МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И запустили уже, да, с вашим участием уже запущено несколько проектов. Вот расскажите, как они развиваются, что это за проекты? Когда мы ставили задачи, что основное в год культуры, мы ставили перед собой задачу, как можно ближе работать с молодежью. И объявили такой фестиваль «Артлук», это фестиваль молодежных проектов. И, в частности, был представлен проект «Читай горький». Подготовка к году культуры, к году литературы началась намного раньше, чем он был объявлен. И ребята эти молодые, молодежные организации, там Алексей Яблоков, вы, наверное... Он же премию-то и получил. Он же премию и получил. Кто ж не знает главных проектов. И они начали этот проект, и проект этот осуществлялся успешно. Я очень надеюсь, что проект этот будет продолжаться, потому что он нам необходим, он просветительский. Роскошно прошло открытие. Роскошно. И перформансы, и танцы, и песни из области. И библиотеки во всей красе. Вот почему такое огромное внимание именно библиотекам было уделено? В данном... Прямо у вас любовь какая-то к ним. Да, я библиотеки очень люблю, конечно. Там очень интересные люди работают. Очень интересные люди по складу своей души. Ну, вы совершенно правы в том плане, что, конечно же, год литературы не может быть только годом библиотекарей. Конечно, писатель – это хорошо. Писатель пишет. Внимание писателю надо его печатать. А вы уверены, что его нужно писать? Печатать того, кто пишет. Каждого надо печатать или не каждого? Пишет у нас благодаря нашему образованию в прошедшем времени самому лучшему в мире среднему образованию. У нас каждый второй наверняка писал стихи. Каждый третий может музыку писать, песни петь и так далее. Мы хорошо образованы. Русский народ, наш народ, населяющий наше государство, хорошо образован. И пишут многие. Но здесь уже работа творческих союзов, в частности, писательских организаций, которые могут нам рекомендовать к напечатанию, не рекомендовать к напечатанию, поддерживать, поддержать кого-то, не поддержать. Вот в таком плане мы работаем с писателями, с писательными организациями. Ведь мы же под годом литературы еще подразумеваем, что эта литература без языка-то не бывает. Естественно. Естественно. Откуда мы получаем язык? То есть, как мы контактируем? Вот откуда мы все это слышим, видим и прочее? Из общения друг с другом. Правда? А еще больше из телевизора и радио, которые мы слушаем. И вот это вот общение с языком, или, ну, это коряво звучит, конечно, очень коряво, но мы получаем большей частью из средств массовой информации. И читаем мы газеты гораздо чаще, чем читаем художественную литературу, а уж слушаем постоянно что-нибудь и видим постоянно. Конечно, я обратился и в средства массовой информации, чтобы они тоже представили свои наработки и планы, как они хотят, что они хотят сделать в год литературы. Жду ответа. К бережному отношению к языку, вот привлечь внимание в год литературы тоже одна из первейших задач. Так вот эту задачу вы видите своей первейшей? Да, первейшее наше задание – пробудить потребность к чтению. Каким образом? Ну, вот мы придумали такой проект, я думаю, что в России этого проекта нет, это наш проект, Нижнодородский. Да, я пока нигде не видела. Не, не найдете. Нет. Это провести конкурс на самое читающее село, деревню и самый читающий райцентр, город. Он вполне простой, сам конкурс вполне простой. Не по количеству выданных книг, не по количеству читателей, зашедших в библиотеку, а по участию, например, в каких-то там общих сельских или общих районных событиях. Ну, например, всем селом пишем диктант. А, вот такие события. Такие события. Ну, например, в каком-то районе Нижегородской области условно там 30 населенных пунктов или 40. В каждой деревеньке пишут диктант. И кто победит? Сейчас скажу. Да, вот интересно же, кто победит. В одной, например, живет 50 человек в деревеньке, а в другой около тысячи. А победит тот, кто покажет лучшие соотношения от принявших участие в написании к общему количеству населения. А-а-а. И какой приз? Приз будет хороший. Это вот один конкурс такой. Второй конкурс – это у нас же пишут все, мы начали с этого, как там писать ли мы задействуем, да? Все же могут писать. Пусть напишут свои, там, где это есть, стихи или рассказ, то есть вот такое сочинение свое, да? И то же самое количество написавших к общему числу жителей. Ага. Пропорция. Пропорция. Здесь никого не обманешь. И есть люди, которые хотят читать вслух, наизусть. Кто-то стихи, кто-то рассказ и так далее. Тоже к общему количеству. То есть здесь нет такого, что можно приписать, ну, если это участвует, значит, участвует, пишет, значит, пишет. Причем не обязательно качество, потому что качество – это нужно все диктанты проверять, кто там что, ошибки. Наше дело не в том, какого качества нам дадут стихи или какого качества напишут диктантам, сколько ошибок сделали, а в том, чтобы человек просто это сделал, привлечь к процессу. Спасибо огромное, Сергей Александрович. Ну что ж, какое же село станет самым читающим и какой город станет читающим, об этом мы узнаем чуть позже. А вот встретимся мы ровно через неделю в культурное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова